МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две в одном. На публичных слушаниях обсудили слияние городских поликлиник. Комплексное развитие моногородов республики обсудили сегодня на очередном заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при главе Чувашии. С подробностями Родион Архипов. В стране реализуется приоритетный федеральный проект Комплексное развитие моногородов. В Чувашии таких 5 – Канаж, Мариинский посад, АллатРь, Шумерля и Новочебоксарск. Руководство муниципалитетов подготовило паспорта комплексного развития. В них прежде всего отражены планы по созданию новых рабочих мест, не связанных с работой градообразующих предприятий, а также меры по привлечению инвестиций и улучшению качества городской среды. Однако не все эти стратегические документы были одобрены критике по тем или иным направлениям, подверглись Мариинский посад, Шумерля и АллатРь. В одном из документов, к примеру, была отражена деятельность местного предприятия, работающего по программе импортозамещения. Но сырье для него, как оказалось, используется импортное. Глава Чувашии посоветовал специалистам-разработчикам программ скурпулезнее знакомиться с положением дел на местах. В кабинете сидеть хорошо, но надо бывать, следить, смотреть свои команды, эти предприятия, организации. Я прошу эти проекты пересмотреть, соответственно, еще раз. Михаил Игнатьев также обратил внимание глав Моногородов на необходимость сделать все, чтобы бизнесу на их территории было комфортно. От нас во многом зависит, какой курс вообще развития реального сектора экономики. Мы берем развитие социальной сферы, и от вашей инициативы зависит, какие решения мы будем принимать. Конечно, мы должны еще лучше работать, потому что в этой конкурентной среде никто не хочет отставать. В Чувашии продолжают обсуждать итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Составляя список лучших, экспертное сообщество опрашивало предпринимателей, работающих в субъектах. Сейчас в республике реализуется немало инвестиционных проектов. Как бизнесмены оценивают работу правительственной команды, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Февраль. Экспоцентр экономического форума в Сочи. Глава республики и председатель совета директоров компании «Ренова» подписывают стратегический документ. В нем конкретные сроки реализации масштабного для региона проекта. В Чувашии инвесторы возведут инновационный тепличный комплекс. Работы идут по плану. Первую партию овощей намерены вырасти через три года. Сегодняшнее подписание соглашения о строительстве на территории республики тепличного комплекса, надо отметить, по очень передовой экономической технологии, это тоже не в последнюю очередь связано как раз с накопившимся опытом и пониманием и желанием, куда двигается республика. В этом году мы планируем закончить проектные и предпроектные работы, провести изыскание, реализацию и эксплуатацию первого пускового комплекса теплиц. 11 гектар планируется в четвертом квартале следующего года. Инвесторы говорят, что в правительстве республики проекту дали зеленый свет. Необходимые документы готовятся оперативно, не возникает проблем с надзорными органами. Поддержку предпринимателям оказывают и в корпорации развития региона. Очень эффективная команда работает в правительстве, в частности в Министерстве экономического развития, в Министерстве хозяйства. Вопрос решается очень быстро. То есть это очень важный момент для реализации любого, я думаю, инвестиционного проекта. Второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности. За этим результатом стоит кропотливая работа. Правительстве региона проанализировали проблемы бизнеса. Многие предприниматели жаловались на излишние проверки инспектирующих органов. Недостаток окон в районах МФЦ и затянутые процедуры при получении документов. Сейчас в республике создан идеальный бизнес-климат. Мы сократили сроки, уменьшили количество процедур прохождения тех. Ну и безусловно, сегодня ведем работу для того, чтобы все это перешло в электронный вид. Слышали много проблем связанных с подготовкой кадров. Определенная работа была здесь построена на протяжении уже двух лет. Начиная с 15-го года мы создавали для школьников этот центр молодежи на творчество. Потом открывали технопарш детский. И потом, сейчас это межрегиональные цены компетенции. Интегрировали промышленные предприятия в образование. Конечно же, эта работа, отмечает министр, проводилась не ради места в рейтинге. Поддержка бизнеса – приоритет в работе регионального Кабмина. И это признали руководители деловых сообществ. Работу региональных команд эксперты оценивали по 12 показателям. Это регуляторная среда, о чем идет речь. Это есть включение к сетям, получение разрешения на строительство, регистрация правособственности, регистрация предприятий. В целом, по России на 10% улучшились эти показатели. Это, соответственно, сократились сроки. Улучшились механизмы использования регионами государственного частного партнерства. Плюс 51%. Но итоги рейтинга не повод расслабляться, отмечает глава региона. Мы в перспективе откроем десятки окон по территориальному принципу, чтобы в шаговой доступности были оказаны государственные муниципальные услуги всем тем предпринимателям, которые хотят открыть свое производство. У нас на сегодняшний день телекоммуникационные сети развиваются, но по регистрации предпринимателей по итогам этого года высказались определенные отдельные неудовлетворения. Поэтому моя задача, посмотрев на это, снизить эти барьеры. Практики регионов, которые попали в первую двадцатку рейтинга, эксперты намерены тиражировать. Дмитрий Ковалев, Александр Петров и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня на очередной сессии Государственного совета Чувашия депутаты рассмотрели 12 вопросов. Один из важных – законопроект о внесении изменений в налоговое урегулирование. В новой редакции закона предполагается изменить порядок уплаты и размеры налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Документ не распространяется на административно-торговые центры и нежилые помещения площадью менее тысячи квадратных метров. А закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. И под налогообложение попадают более 300 объектов. Статья 19 дополняется пунктом 4, который устанавливается в налоговой ставке на 2019 год 1%, на 2020 год 1,5% и на 2021 год последующие годы 2%. Светлана Янилина также рассказала, что закон предусматривает 50-процентное освобождение от налога на имущество тех организаций, которые привлекают инвестиции на общую сумму не менее 50 миллионов рублей и подпишут, одобренный советом по инвестпроектам, договор с кабинетом министров. Подобные ставки по налогам уже действуют во многих регионах ПФО – Нижегородской, Самарской и Кировской областях, Башкортостане и Удмуртии. Некоторые депутаты отметили, что законопроект может затронуть интересы многих предпринимателей, что бизнес любит тишину и предлагали оставить ставки налогообложения на прежнем уровне. По УСН у нас на одного платильщика приходится 62 тысячи рублей в год. Если это в месяц перевести, то чуть более 5 тысяч рублей в месяц – 5,9 тысяч рублей в месяц. При введении налога на имущество от кадастровой стоимости, то платежи на одного платильщика, который применяет УСН, составят 63,7 тысяч рублей в год или 5,3 тысячи рублей в месяц. Налоговая нагрузка на одного налогоплательщика увеличится около 2%. Согласно законопроекту, также повысится с 1 января 2019 года транспортный налог. Подорожание не коснется наиболее мощных легковых машин, которые имеют от 151 лошадиной силы и больше. Большинством голосов проект закона был принят в первом чтении и отправлен на доработку рабочей группе. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Как живут, где моются и, главное, чем питаются дети в летних лагерях. Сегодня проверяли депутаты Чебоксарского городского собрания. Признаемся честно, наша съемочная группа и депутатский корпус позавидовали детям, которые сейчас отдыхают в лагере «Волна». Дело не в пионерских кострах и другой лагерной романтике. Просто в комнатах индивидуальное отопление. Примерно такие же чувства вызвало меню в столовой. Питание пятиразовое. Готовят повара прямо на месте. Дети как? За добавками ходят? Да, есть дети такие, которые это самое просят. Говорят, очень вкусно. Начальник смены, к концу проверяется вес? Вес, да, обязательно. Оздоровительный эффект есть. Витикова плюс 120 грамм, ширея плюс 140 грамм, и ревенка плюс 26 грамм. Второй отряд весь. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Нагуливают аппетит на мероприятиях. Эта тематическая смена называется пожарная академия. Мы приехали в тот момент, когда дети учились оказывать первую помощь. Ложкой дегтя во впечатлениях от лагеря стал, пожалуй, туалет на улице. Однако, если посмотреть на это глазами детей, так сподручнее ходить мазать соседей зубной пастой. Вспоминает бывший пионер этого лагеря депутат Эдуард Петров. Я надеюсь, очень надеюсь, что это все по-прежнему осталось, и дети разыгрывают друг друга. У меня такая ностальгия, и все-таки я надеюсь, что в первую очередь детям запомнится этот отдых так же, как и мне. Следующий лагерь – Бригантина. Там председателя постоянной комиссии по социальному развитию и экологии Наталью Ванеркину первый раз за всю поездку укусил комар. Директор уверила – это единичный случай. Кроме таких залетных комаров, никого постороннего в лагере быть не может, отметил начальник управления образования администрации города Дмитрий Захаров. На сегодняшний момент, конечно, по безопасности мера не усилена в связи с последними событиями. У нас работают и охранные предприятия, тревожная кнопка ограждения по всему периметру. Перед началом смены лагеря проверили специалисты Роспотребнадзора. Все выявлены нарушения сотрудники оздоровительных учреждений успели устранить до заезда детей. У нас были проблемы по микробиологии, вода не соответствовала качеству. Потом мы провели дезинфекцию, промывку, и сейчас вода соответствовала педоткрытием. Итог объезда муниципальных лагерей. Народных избранников устроило все, кроме погоды. Но за нее администрация ответственности не несет. Ольга Пырышкина, Сергей Адушкин, Республика. Сотрудники Управления ФСБ по Чувашии пресекли противоправную деятельность преступной группы, в которую входили граждане России и одного из государств Докавказья. Они наладили канал поставки наркотиков из Нижегородской области в Чувашию для последующего сбыта. Членов преступной группы задержались по личному еще в сентябре прошлого года. На руках у них оказалось около 50 граммов гашиша. Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовные дела за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и пособничество в их приобретении. В январе этого года Ленинский районный суд Чебоксар признал двух мужчин виновными. Одного из них приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Другого – к трем годам условно. А на днях оглашен приговор и лидеру преступной группы. Московский районный суд назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу. В Чувашии участились наезды на пешеходов только в этом году. Сотрудники госавтоинспекции оформили 180 таких ДТП. Один из последних случаев произошел в Чебоксарском районе. В утреннее время на пешеходном переходе по Ядринскому шоссе под колеса «Шевроле Ланос» попала пожилая женщина. За рулем иномарки находилась 38-летняя автоледи. По предварительным данным, впереди идущий автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода. Машина впереди меня ехала, она остановилась, я не успела притормозить и повернула на вторую вот эту крайнюю полосу, чтобы машину не задеть углом машины за одного человека. Попавшую под машину пожилую женщину спасти не удалось. От полученных травм она скончалась в больнице. Сотрудники ГИБДД просят пешеходов быть предельно аккуратными. Проезжую часть переходить только в положенных местах, а в ночное время пользоваться светоотражателями. Быть внимательными на дорогах госавтоинспекция просит и водителей, а именно не нарушать правила дорожного движения и следить за скоростным режимом. Подъезжая к пешеходному переходу, он должен быть особо внимательным и соблюдать меры предосторожности, потому что в любой момент у нас пешеход может выбежать на проезжую часть, тем более сейчас в летнее время у нас дети находятся без пересмотра. И иметь в виду, что в любой момент на дороге может оказаться или юный участник дорожного движения, или пожилой человек, который не услышит и не веет транспортные средства. Реорганизация городской клинической больницы номер один в форме присоединения к ней городской больницы номер семь. Эту тему сегодня обсуждали на публичных слушаниях, которые провел Минздрав Чувашия. Юлия Важенина продолжит тему. В этом трехэтажном здании оказывают медицинскую помощь жителям Южного поселка вот уже 58 лет. Сейчас здание требует ремонта. Уже давно устарело оборудование и не хватает узких специалистов. А между тем более 48 тысяч человек идут за помощью именно сюда. Вполне возможно, в ближайшем будущем поликлинику ждет новый этап. В целях улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи жителей Южного поселка предлагается присоединить седьмую городскую больницу к городской клинической больнице номер один. Объединение двух больниц, я думаю, что все-таки положительно скажется на доступность медицинской помощи для пациентов, поскольку пациенты смогут получать весь комплекс лечебно-диагностических процедур, лечебно-диагностических услуг. То есть все-таки от оказания первичной медико-комитальной помощи до специализированной и высокотехнологической медицинской помощи. Пациентам седьмой больницы станут доступны обследования на современном медицинском оборудовании, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика, а также консультации врачей дефицитных направлений – проктолога, аллерголога, пульмонолога, гастроэнтеролога. Жители Южного поселка в этом давно нуждаются. У меня такое пожелание, что чем скорее присоединение произойдет, тем лучше. Это понимают все жители практически нашего района, потому что все уже на себе ощутили нехватку узких специалистов, нехватку обследований, трудно очень взять номерное направление куда-либо попасть. Поэтому мы только… Я представляю большую часть жителей нашего Южного поселка. Я считаю, конечно, что надо объединяться, потому что, что бы мы ни говорили, как бы мы ни привыкли к своему дому, но если в нем кого-то не хватает, то надо этого специалиста найти. Кстати, за медицинской помощью жители Южного поселка будут обращаться по прежнему адресу. Прием детей и взрослых будет организован в всех же помещениях, что и раньше. Останется на своих рабочих местах и основной персонал – врачи и медсестры. Конечно, пока вопрос о реорганизации больниц номер один и семь только на обсуждении. После публичных слушаний Общественный совет при Минздраве на своем заседании должен вынести итоговое решение. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Лекари души. Социальные работники страны сегодня отмечают свой профессиональный праздник. В Чувашии в этой сфере работают 6 тысяч человек. О милосердии и сострадании в нашем сюжете. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуй, моя золотая. Как дела у вас? Идут потихоньку. Потихоньку. Жду тебя. Ой, рада, что вы меня ждете. Я очень рада. Словно старые друзья Мария Владимировна и Эльвира Михайловна. Одна – пенсионерка, другая – социальный работник. Эльвира Калмыкова навещает бабушку два раза в неделю. Первым делом измерить давление. 120 на 80, пульс 66. Как у космонавтов. Да, все. Затем помощь по дому – прибраться, помыть посуду или даже приготовить поесть. Социальный работник, мастер-универсал. Культурная программа тоже в плане. На Красной площади почти не было свободных мест, называется статья. Мария Куркова живет одна уже много лет. У нее есть дети, внуки и даже правнуки. Навещают, но редко. Поэтому она обратилась за помощью в Центр социального обслуживания. Я позвонила, пришла Эльвира Михайловна. И так как она пришла, так мы сдружились, она и не ушла. Сразу видно человека, как он относится. Она даже может сделать мне стрижку. Вот в данное время я подстрижена ее руками. Я живу ей. Я ее жду с нетерпением каждый раз. Эта дружба длится уже два с половиной года. Кроме Марии Владимировны, у социального работника 10 подопечных. Все бабушки. И каждому свой подход. Ну, социальным работникам, да, быть на самом деле тяжело. И не все, мне кажется, смогут работать в этой сфере. Главное быть терпеливым, доброжелательным, участливым человеком. Принимать их боль как свою боль, их переживания как свои переживания. И уметь находить общий язык с пожилыми людьми. В социальной службе Эльвира Михайловна работает 4 года. Раньше была кондуктором. Рассказывает, в профессию привело желание помогать другим людям. Ну, а здесь без этого никак. Социальный работник – это тот человек, который всегда поможет и поддержит. Тот, кто порой заменяет семью. В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке обсудили перспективы развития чувашской культуры в Сибири. В конференции приняли участие делегаты из 11 регионов России. Всего в Прибайкалье проживает более 120 национальностей. Чуваши – одна из самых многочисленных. Регионы расширяют сотрудничество, получают новый импульс развития культуры. Между двумя министерствами подписано специальное соглашение. Субъекты договорились обмениваться гастролями театральных труб, проводить фестивали и выставки. Чувашская история, она сейчас начинается писать заново. И мы, представители этого времени, представители чувашского народа, ездим по всей России, собираем крупицам. История чувашского народа, она очень огромная, она очень значима. Почему? Потому что чуваши растворились во всех регионах Российской Федерации. И сейчас крупицами показывают себя, проявляют себя. А нам только, конечно, остается укрепить, показать, что действительно есть такой народ чувашский. Он патриот страны Российской Федерации, живет в сердце России. На конференции прошла презентация и национального телевидения Чуваши. Теперь наш канал вещает на европейскую и сибирскую часть России. Глава региона подписала распоряжение о присуждении грантов творческим коллективам. Три учреждения получат по 2 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию проектов. На эти средства будет создан балетный спектакль «Аттилла». А в Театре юного зрителя намерены реализовать проект «Азам Лавой». Еще один получатель гранта – мемориальный комплекс Героя Советского Союза Андриана Николаева. Его коллектив планирует создавать передвижной музей космонавтики. В эти выходные в столице Чувашии пройдет первенство России по спортивной ходьбе. Со всех регионов России в Чувашию съедутся сильнейшие скороходы, которые будут бороться за звание победителей и чемпионов страны среди девушек, юношей, юниорок и юниоров, молодежи, а также мужчин и женщин. Соревнования пройдут на певческом поле. Торжественное открытие состоится 10 июня в 15.40. В первый день соревнований будет дан старт на дистанции 50 и 20 километров. Во второй день соревнований на 5 и 10 километров. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Впереди вас ждет полезная информация. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. Ну, наконец-то, наконец-то мы можем показать всю красоту жилого комплекса Ясная Поляна. Ведь именно сейчас, поздней весной, становятся совершенно очевидны все преимущества расположения этой новостройки. Теперь вы понимаете, почему Ясная Поляна. Дома расположены прямо на опушке леса. Только представьте, прогулки, спорт, шашлыки в минуте от вашего подъезда. Впрочем, как и цивилизация. Жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от проспекта Тракторстроителей. Выходите на остановке Баумана и спускаетесь вниз к лесу. Посмотрим квартиры с ремонтом и мебелью. Казалось бы, из прошлой серии эта квартира была в состоянии заезжай и живи. А нет, в этот раз добавились ключевые моменты для создания уюта. Текстиль на окнах и светильники. Эта квартира уже кажется обжитой. Кроме качественного и современного ремонта, здесь есть вся необходимая мебель. Пространство выглядит свежо и современно. Но при желании в дизайн ремонта или мебели вы можете внести свои коррективы. Цена от этого не изменится. Знаете, сколько стоит ваш комфорт и возможность без лишних хлопот в ближайшее время заселиться в подобную квартиру? Всего 1 миллион 650 тысяч рублей. А это двушка. Мы с вами в детской. Она укомплектована мебелью на двоих детей. Ваши непоседы будут в восторге от ярких деталей своей комнаты. Ну а вы сами с удовольствием будете отдыхать в оформленной в пастельных тонах гостиной. Цена двухкомнатной квартиры от 2 миллионов 90 тысяч рублей. И еще в стоимость квартиры входит бесценная природа прямо за вашим окном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова